Всем привет, мои дорогие! Смотрите, какой у нас интерьер. Сердечки, сердечки любовные. Видите, я поставила специально здесь. У меня даже еще стоит такой мишка, сердечко. Впереди 14 февраля. Но сегодня у нас будет обзор касаться не 14 февраля, а моих покупочек просто обычных, повседневных на Валберис. Быстро рассказываю, все по традиции. Ссылка на мой телеграм-канал будет под этим видео. Там я выкладываю быстрее, чаще какие-то находки. Не только на Валберисе, везде. Какими-то делитесь своими мыслями. Подписывайтесь, всегда рада на телеграм-канале. Общаться, знакомиться, встречаться. В общем, все. Также ссылка на все товары будет тоже под этим видео. Она будет одна. Прямо будет написана ссылка на товары. Нажимайте, и там будут все-все ссылочки на товары. Также будет ссылка на плейлист нашей покупки, где все видео с покупками с различных магазинов, с маркетплейсов и прочего. Сейчас давайте переходить. Сразу озвучиваю цены, по которым я покупала, чтобы вы могли ориентироваться. Стало дороже, дешевле. В общем, если кого-то товара нет, рекомендую добавить его в отложенные. И очень часто товар появляется. Если так же подорожал, можете пока отложить, и, возможно, цена изменится. Сейчас мы пройдемся по таким мини-товарчикам, а потом я вам еще покажу одежду, которую я купила за это время. Ну что, с чего начать? Ну, давайте начнем с самого яркого. Почему-то мне прям нравятся это перчатки. Смотрите, какие новогодние классные. Да, Новый год прошел, все такое. Но это твое. Значит, стоили они 499 рублей. Я их действительно до Нового года в подарок. Такие же перчатки покупала. Ну, в районе 400 рублей. Сейчас они на Валберис. Твое, кстати, делать сейчас опять распродажи. Там пижаму у них. И вот эти перчатки стоят всего лишь 182 рубля. Посмотрите, какие они прикольные. Они очень качественные. Они двойные. Еще вот здесь такая меховушка. В общем, они очень теплые, классные. Кто любит вот такие? Я люблю такие вещи. Как это, как назвать-то? Ну, короче, когда связаны с мероприятием определенным для фотосессии, кстати, такие классные. В общем, они очень мягкие, теплые, классные. И вот мне на следующий год, вот, я, конечно, увидела за такую цену и сразу же взяла, вот, у меня перчаточки такие. Дальше. Давайте перейдем вот к такой брутальной штуке. Смотрите. Это расческа. Впереди 23 февраля. И я думаю, что многие будут искать подарки мужчинам. Я вот нашла. Ой! Чуть не уронила. Я не умею хранить подарки. Я уже так кружку купила якобы в подарок. Уже отдала. Я вам показывала в прошлом видео. И вот сейчас она очень тяжелая. Она прям металлическая расческа для бороды, для волос. В общем, такая брутальная. Прям мне очень она нравится. Она прям классная. Но она такая увесистая. И расческа эта стоила, за сколько я ее купила? За 316 рублей. Слушайте, хороший подарок. Там есть разные варианты. Особенно если ваш мужчина борода, вы можете собрать целый набор. В общем, я, конечно же, заказала. И тут же ее мужу отдала. Но она прям вот даже, видите, не гнется. Она прям такая увесистая. Мне кажется, если ей кинуть голову, бить можно. Дальше. Давайте с этими перчатками тоже. Уже одни я показывала. Бум у меня был. Да, я вам все вот это вот платки. Будет у меня еще в обзоре платок из серии живопись. И вот эти перчатки. Слушайте, в одних я уже хожу. Очень мне нравится. Взяла себе вторые. Они стоили 373 рубля. У них есть сенсорный пальчик. Вот хожу. Мне очень нравится. Вообще, у меня те, они с такими домиками разноцветными. Господи. Показывала тоже в одном из обзоров. Посмотрите. Они, знаете, как будто немножко такие бархатистые. Внутри тоже они такие плюшевые, мягенькие. Такой легкий флиз. Очень удобные, классные. Мне нравятся. Там огромный выбор различных расцветок. Заходите, смотрите. Разные цены. С хорошими скидками. Поэтому прям достойная покупочка. Дальше. Вот, давайте уже вот это я покажу. Эту мышь. Короче, я купила у кошки свою игрушку. Он не особо их, конечно, любит. Ну, как знаете, в охоточку. Но все равно периодически играет. Очень качественная. Стоит 176 рублей. Но палочка деревянная. Мы иногда даем ее Тору. Он ее таскает, бежит с этой палочкой. А кот бежит за ней. Ну, естественно, здесь резинка по стандарту. Вот видите, уже намоталась. А здесь такая мышка. Звенит. Хвостик пушистый. Но достаточно качественно сделана. Что я сейчас смотрю здесь. Вот они уже так... Да нет, в принципе, не разваливаются. Ну, за такие деньги. Потому что мы зашли у нас в четыре лапы. Они вообще там по 400 рублей. Поэтому, ну, знаете, за такую цену 178 рублей побаловать. Потом ее все равно тоже сожрет. Короче, отдаю коту. Потому что он сидит на кресле и нервничает, что у него забрали его же мышку. Поэтому отдаю. Дальше. Давайте вот к этому перейдем. Ой, смотрите, какое милое колечко. Я купила Лики. Еще купила в подарок такое колечко. Оно немножко мягкое, видите? Ну, типа мишки Тойс. Конечно, это не Тойс. Вы все прекрасно это понимаете. Не знаю, у меня налезть нет. Оно мне маловато, конечно. Ну, в общем, смотрится классно. А у Лики на руке прям вообще. Оно очень клево смотрится. Ничего не темнеет. Ничего и не кожа не темнеет от них. Такие она переливается. Вот на камеру она даже не так прикольно смотрится, как в жизни. Вот. Так что вот смотрите. Очень рекомендую. Может быть, вот так кому-то на 8 марта подростку в подарок. Можно купить такие же сережки, как мы сейчас будем заказывать. Такие сережки-гвоздики просто. И хочет она еще браслет. Кольцо это стоит 540 рублей. Ну, оно такое вот мягкое, видите? Ну, очень классное. Прям мне очень нравится. Слышите, кот у меня начинает выламывать дверь. Сейчас я его открою, потому что он не успокоится. Иди. Она хорошо сняла. Пару раз я нанесла, очень хорошо сняла. Знаете, увлажняет кожу. Я почитала после укусов насекомых, комаров, еще что-то. В общем-то, классная вещь. Я пользуюсь сейчас после ванны. И на ноги могу нанести, еще что-то. Ну, просто он мне нравится. В общем, очень классная маска. А вот за сколько я купила... А, нет, это не она. Я, может быть, не записала. А вот, 324 рубля. Очень удобно. Ну, рекомендую. Прям вот могу это порекомендовать. Дальше, смотрите, у меня лежат здесь такие конфетки. Как раз я в Телеграм скидывала эти конфеты. Рекомендовала. Это белорусские конфеты. Мы о них знаем уже давно. Но их и в Москве, и раньше было очень сложно купить. В общем, это они, конечно, не очень дешевые. Но на Валберес нормальная такая достаточная цена. Килограмм 1020 рублей. Да, мы брали. Они прямо из Минска их везли. Мне чем понравилось, что они везут в этом килограмме ассорти. Кстати, многие писали, что всего 3 вкуса пришло. Нам пришло 4. Мы просто уже съели. Была еще красная. Вот. Это слива. Слива, да? Да. Это сливовая. Это, по-моему, черная смородина. Это рябина. А еще с клюквой, да, красной. В общем, в чем смысл этих шоколадок? Здесь очень вкусный такой горький черный шоколад. Плотный, толстый. А внутри джем. Вот здесь вот он поплотнее, в других помягче. Кислый джем. И вы знаете, это сочетание, это просто божественно. Во-первых, хотела вам показать. Мы первый раз, когда покупали в Москве. По-моему, на Воденхай это было. Они были вот так, бочонками продавались. И вот так вот склеены здесь. И вообще они продавались поштучно. Там 30 рублей штука вот такая стоила. Представляете? А здесь тысяча. Ну, их немного в килограмме. Вот у меня осталось там вообще минимум. Потому что бабушка приезжала, все чаенчики. В общем, мы налетели. Давно мы эти конфеты не покупали. Вот смотрите, вот так они выглядят. Сейчас я попробую разломить. Ой. Ну вот, в общем. Вот. Здесь... Ай! Здесь такой плотный джем. В других он более течет. Ну, это очень вкусно. Я очень рекомендую вам заценить такие конфеты. Съел кусочек. Вот. Кислое со сладким. Это очень вкусно. Правда. Прям рекомендую. Рекомендую от души эти конфетки. Есть по 600 грамм, по-моему. Ну, имейте в виду, во-первых, прикольно, когда ассорти, можно не ассорти брать. И имейте в виду, что 600 грамм. Их будет не очень много, но попробовать хватит. Дальше. Маска для волос Холи Поли. Я ее взяла. 151 рубль. Помогает бороться с перхоти и раздражением кожи головы. У меня кожа головы чувствительная, раздраженная. Я взяла себе ее попробовать. Видите, успокаивающе. Сегодня я ее пробовала. Наносишь ее на прикорневую зону, на кожу головы. На 5-10 минут оставляешь и смываешь. Очень приятный аромат. Но, знаете, я не могу сказать, что у меня не такие уж проблемы, чтобы я почувствовала. Но, мне кажется, кожа такая повлажненная стала. То приятнее и корни волос такие приятнее стали. Но самое главное, что она не утяжелила корни волос. Буду пробовать дальше экспериментировать. Но вот такая вот масочка есть. Имейте в виду. Дальше. Вот про это хочу рассказать. Лореаль. Сейчас, как он, гиалурон эксперт называется. Гель концентрат. Я вообще пользовалась. Вот сейчас, видите, мне прям чуть-чуть осталось. Первый раз, чтобы я вот так вот использовала практически целиком пузырек. Но лореальский гель я выбрала то ли в Ревгоше, то ли где-то он был со скидкой. Знаете, мне очень понравилось. Это легкий увлажняющий гель. Он прям легкий-легкий. Гений увлажнения. Соколой. У меня не было ни аллергии, ничего. Мне понравилось выносить под косметику. Но вот практически у меня закончился. И сейчас я говорила, что уже лореаль на Валбересе хорошие скидки. Взяла вот такую попробовать. Ну, не знаю. Вот еще тот допользовала. Сейчас буду этим тоже пытаться пользоваться. Ну, гель-концентрат. В общем, имейте в виду, он стоит... Кот выламывает мне опять дверь. Слышите этот грохот? Это кот. 298 рублей. Это хорошая цена для него. Поэтому тоже, кому интересно, можете сейчас заказать. Кто пользуется этим, имейте в виду. Заходите. Он просто ее выламывает. Представляете, у нас котной... И стаб среди дверей теперь не закроешь ее, чтобы ее не закрыла. Так. Что еще из мелочевки у нас получается? И вот такие чаи я вам сейчас тоже покажу. Ну, смотрите, я показывала перед этим в обзоре. Покупила мужу кружку. Ну, заявлено, что они делают... У них ручная работа, эти кружки. Я, кстати, по качеству смотрю. Возможно, действительно, это ручная работа. И потом зашла к ним в магазин. Перешла и увидела, что у них есть такие чаи. Я, блин, очень люблю всякое вот такое вот. Значит, и выбрала чай черный, чабрец мята. Смотрите, 100 грамм. Большая упаковка. Она прям целиком набита. Просто я сегодня ее как раз открывала. 171 рубль. Вот такая упаковка. Сейчас я вам ее открою. Я сегодня пила. Очень вкусно. Действительно пахнет. И мята, и чабрец. Это же бывает. Берешь... Ну, ничего. Смотрите. То есть, тут видно, что и черный чай, и мята есть, и чабрец. Аромат просто шикарнейший. В общем, я сегодня его пила с большим удовольствием. Заварила себе чайник. Наслаждалась. Цена хорошая для этого чая. И вот такое заказала Здорон Вейсо. Значит, состав. Иван-чай, лимонграсс, мята, пустырник, мелиса, душица, боярышника, ягоды, малины, ягоды. Это травяной сбор считается. Давайте я с вами открою. По-моему, я, мне кажется, он был чуть... Какая-то разница в нескольких рублях, но... А, вот там, в чем смысл. Тут идут еще пакетики. То есть, ой, все посыпалось. Вот такие пакетики. Одноразовые, то есть, вы его засыпаете и заварите. Я думала, сразу будет вот там. Ой, какой аромат. Конечно, мята в основном является, но очень ароматный. Мне кажется, это тоже очень вкусно. Здорово. Вот, я пойду сегодня в ванну, потом выйду, заварю себе такого чайка. И прям сказка. Мне кажется, действительно, это здоровый сон. Вот. Это что касаемо таких мелких. Видите, вот, у меня чего. Мелких. А, вот этот травяной сбор стоит 288 рублей. Перчатки, я сказала, 373 рубля. Я просто смотрю, что я вам не сказала. В принципе... А, еще я вам хотела показать. Ну, сейчас как раз буду переставлять и покажу. Покажу вам вот пенза. Обычная пенза. У меня бабушка всю жизнь пользуется именно обычной кусковой пензой. Раньше мы там то привозили, откуда-то еще что-то. Тут у нее прям вот все закончилось. Я полезла. Значит, вот этот кусок пензы стоит 124 рубля. Есть разных цветов, но это просто окрашенность, понятное дело. Ну, вот она сейчас пользовалась. Я думала, она сразу смоется. Нет, не смоется. И она у меня, поскольку бабушка спец по пензе, грубая, как пенза, она говорит, хорошая, нормальная, трет хорошо. В общем-то, все замечает. Ну, вот. Так что, если кто-то вдруг тоже, как моя бабушка, принципиально пользуется только вот такой пензой, пожалуйста, вот можно брать у этого поставщика хорошее. И переходим на одежду. Уже буду снимать с руки, чтобы вам все показать. Смотрите, какая пижамка. Боже мой. Это пижама фирмы Твоем. Стоит она 1206 рублей. По-моему, я посмотрела, что она стала стоить дешевле. Ну, это такая прелесть. Просто шикарная. Короче, сначала кофта. Она вот такая, как барашек. Она невероятно мягкая. Она тепленькая. Она прям вот, ну, в общем, такая мимишная. В ней так уютно и так прикольно. И к ней идут вот такие брюки флисовые. В общем, классный фасон. Они, во-первых, длинные. Внизу на манжетах. Но обычно бывает, берешь пижамы, а они какие-то вот брюки короткие. И у нас получилось, что с этими брюками с мужем происходит даже война. Потому что они настолько мягкие, тепленькие, уютненькие, очень приятные к телу, что, короче, у нас кто первый пришел, тот и надел их. Они в комнате лежат. Вот. Взяла я размер 50XL. Здесь такая широкая плотная резинка. Очень хорошо сделаны. Все. В общем, вот эту прям пижамку могу порекомендовать. Сейчас особенно... Ой, осенью как отопление отключат. Еще может быть холодно, а надо что-то теплое. На даче будет такая классная пижамка, если что. Ну, в общем, она как домашний костюмчик. Прям, ой, нам очень понравилось. Очень классная. Вот. Но были бы отдельно, можно было заказать штаны. Я просто еще одни заказала мужу и себе. Ну, с другой стороны, просто так получалось. Конечно, у меня муж просто фанат домашних штанов всяких. У него их полно. Я постоянно ему что-то покупаю. Он постоянно идет в магазин, выбирает. Вот. Ну, и, в общем, как-то так. В общем, кто первый, тобой тапки. Второй сегодняшний лот это джинсы BeFree. Слушайте, как же они классно сели. Во-первых, у меня есть две пары джинс с флисом. Я тоже как-то показывала. Кстати, у меня здесь вот одни сейчас лежат. Я вам их покажу. Боже, как на зиму это классно. У меня есть одни очень, ну, черные. Вот они, кстати, все рядышком. Вы знаете, у них такой материал, к ним все прилипает. Их нужно постоянно чистить. Вот здесь флис. Я их меньше ношу. А вот эти я очень люблю джинсы. Они тоже с высокой посадкой, все. Но в них есть один, знаете, непонятный минус. Я взяла на себя XXL размер. Вот. Все хорошо, они застегнулись, все здорово. Ну, даже, можно сказать, так свободно. Когда ты носишь, они очень сильно растягиваются. И все, и они начинают падать. Наверное, нужно было, конечно, не может быть, XL взять. Вот, потому что, ну, я люблю такие, это же джинсы, как они? Как они называются, вот эти модели скини? Нет, я не помню, честно. Мне просто нравится, что высокая посадка. Все, ты одеваешь, они прям, ну, нигде ничего не тянет. Очень удобно. Вот этот флис вообще спасает. Но они так растягиваются, и они становятся просто огромными. Вот. С этими, я боюсь, будет такая же история. Но, блин, они сели классно. Сейчас они сели прям классно. Нигде ничего лишнего не стягивает, свободно. Но, опять же, я боюсь, что, когда я в них похожу, они могут немножко растянуться. Я думаю, может быть, мне бабушка их прям под мою фигуру ушьет. Они заужены к низу. Длина идеальная. То, что вот эти я подворачиваю, чтобы они смотрелись прикольно. Эти даже подворачивать. Не надо цвет классный. Вот это классика. Сама джинса, она, ну, не плотная и не тонкая. Но не стоит колом, как говорится, ничего нигде не натирает. Очень мягенько. И эти джинсы стоили вообще каких-то копеек 1124 рубля. За такие джинсы, ну, реально. Посмотрите, там разные размеры. Просто имейте в виду. Прям вот, если вы вот возьмете, и они вам вот прям вплотную застегнутся, не переживайте, они прям растянутся. Вот. Короче, вот так. Так, сзади вот такие карманы. Это бифришные. Очень классные. Следующий лот я вам покажу, но я буду сдавать это. Короче, я когда заказывала, стоит эта рубашка 580 рублей. Ну, короче, как-то вот она мне понравилась. Цвет, расцветка. Я была уверена на фотографии, что она такая флис. Знаете, как сейчас модные рубашки удлиненные. Все. Блин, нет. Это вот этот вот халатный такой трикотаж вообще пришел. Все это. И я, ну, единственное, я спрашиваю, может быть, бабушкам кому-то наше нужно. Но классный цвет. Все. Рукав здесь такой вот три четверти. То есть он не подвертый. Ну, вот прям как вот халатный какой-то. Вот здесь вот единственное что. Вот такая надпись на спине. То есть я не знаю. Может быть, кому-то такая рубашка нужна. Просто мне такая не нужна. Поэтому я вам сейчас показываю. Я ее постараюсь сдать. Конечно, если на меня ее не примут, то ничего. Это Денис брал. Опять же, он же не знал, как я мне нужна рубашка. Он просто получил и принес. Конечно, если ее не возьмут, я найду, куда ее пристроить, кому отдать. Но сделано качественно. Все, строчки, все ровно. Но мне просто такое качество не нужно. Я не буду носить. Я это знаю. Вот. Все хорошо. Яркая, расцветка. Ну, может быть, кому-то надо, знаете, вот так на футболку накинуть, еще что-то. Симпатичное. Но мне просто такого качества, честно, не нужно. Вот. Поэтому решила вам показать, пока не сдала. Вот. Может, кому-то надо. Она удлиненная. Ну, и завершающий лот. Сегодня это вот такие платки. Сначала у нас был бум с клетчатыми платками. Сначала, значит, мне посоветовали, я нашла, мы там все начали перезакупаться клетчатыми платками с кашемиром, которые. А потом я на этой же фирме вышла, вот эта платочная мануфактура, нашла вот эту вот живопись. Смотрите, состав 60, шерсть 50%, вискоза 30, кашемир 20. Палантин, шарф, утепленный, 70 на 180, живопись. Какие там только нет расцветок. Зайдите по ссылке, посмотрите. Чего только нет. В общем, я выбирала, выбирала. И не знаю, почему выбрала вот эти домики. В общем, мне они очень понравились. Он очень приятный, очень красивый. Это я вот сейчас его два раза сложила. С обратной стороны он выглядит вот так. Побледнеет, мне кажется, картинка. Да, ну, понятно, побледнее. Но тоже, да, яркая. Вот с другой стороны он тоже. Он вот, то есть, он в два раза сложен. Такой вот большой. Приятный, вообще яркий. Вот даже на весну как палантин накинуть. Все никак не присмотрю себе. Еще какой-то хочу решить. Все-таки я бы набрала. Впереди 8 марта. Вот такие перчатки. Вот такие вот платки. Я думаю, вполне можно для подарков. Просто супер. Не знаю, вот еще хочу выбрать себе какой-нибудь пока вот с этими домиками. Мне почему-то захотелось яркого. Вот такого красивого. Прям накину. Летом на плечи. Вечером пошел гулять и накину. Ой, ну что у меня кот там сейчас все разнесет. Вот, на этом я буду заканчивать свой обзор. Будет приятно за лайки. Спасибо. Прям это очень. Подписывайтесь. Будет еще обзор. Еще не все показала. Но вот так частями собираю, вырываюсь и записываю для вас. Переходите по ссылке в телеграм-канал. Тоже подписывайтесь. Там я вот, ну, бывает, найду вот что-то такое интересное. Быстрее выкладываю, чем я выпущу свое видео. Вот, еще там девочки делятся у нас ссылками. Делитесь вы какими-то своими находками, ссылками. Всегда это все интересно. Все, всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok